Привет, друзья! Мы находимся с вами в городе Лесабль-Ди-Алон. По-моему, так называется точно по-французски. Я сомневаюсь, что я смогу повторить правильный прононс. Друзья, нам поможет Расим Полоскин. Модное название – медиа-менеджер, да? Медиа-менеджер. Команда Игоря Зарецкого. Расим просто очень сильно увлекается яхтингом. Это в первую очередь. И поэтому я считаю, что на пирс надо выходить именно с его комментариями. Потому что сейчас мы пойдем и посмотрим на лодки участников. 18 участников, правильно? 18, да. На самом деле они все еще не участники, если быть формально точным. Они кандидатовые участники. Потому что только-только буквально завершилась техническая инспекция лодок. Выдали замечания. И они должны их оперативно устранить. И тогда получится... То есть есть замечания все-таки, да? Конечно. Единственный участник, сейчас покажу, кому. Вот стоит Кевин, который представляет здесь Австралию. Два австралийца. Мы начали фактически с конца. Потому что мы сейчас пройдем по всему пирсу. Расскажем про все лодки. Потому что давайте начнем с того, что вообще за мероприятие. То есть это Golden Globe Race называется, правильно? Мероприятие. И заключается оно в том, что 18 лодок стартует в кругосветные путешествия. Двигаются без единой остановки за все время своего путешествия вокруг света. Без остановки, без заходов в порты, без помощи со стороны. То есть вот они 1 июля от этого причала отчалят. Это знаменитый понтон Ван Де Игло. Отсюда стартует другая кругосветная гонка, более известная сейчас. Но прародительницей этой гонки была именно Golden Globe Race, которая прошла в 1968 году. 50 лет спустя решили юбилейно повторить. И вот эти лодки отсюда отчалят 1 июля. Пойдут вот туда, к выходу из леса Без Алло. Пересекут вешую черту и потом вернут сюда. Но самое главное, что они идут без остановки, без каких-либо дозаправки. Понятно, потому что ее нет, что они идут на парусах, под парусами. Не просто без дозаправки. Это естественно солярк. Ну то есть все лодки с дизельным двигателем. Но вспомогательный. Да, ну зарядить батарею, запитать радиостанцию. Но при этом ограничение в 40 американских галлонов для каждой лодки. То есть у всех одинаковое количество. Дозаправка топливом – это все полбеды. Главное, что нет дозаправки водой и провиантом. То есть провиант загружается на лодку изначально. Вода используется дождевая. Ему дается два шанса. Значит, первый раз, когда он вскроет так называемый аварийный пакет. Да, где там средства навигации электронные есть и так далее. Это важно. Давай тоже скажем, что средств навигации никаких нет. Используется секстант, используются карты и компас. Это всего три вещи, по которым надо вести навигацию. Ну, дедовским способом. Ну, для тех, может быть, среди ваших зрителей есть люди, которые немножко знают. Поэтому добавлю четыре вещи. Еще используется механический хронометр. Потому что без него секстант, ты должен знать точное время до секунды. Ну, вот видишь, как полезно, что ты все это рассказываешь. Это специальный морской хронометр. Дело в том, что электроника запрещена. Поэтому кварцевый хронометр, электронные часы тоже нельзя на борту иметь. И нам специально, единственная оставшаяся в России фирма, которая до сих пор производит механические хронометры, которые ставятся по уставу, поскольку устав никто не менял на корабли военно-морского флота российского. Вот они специально для Игоря сделали этот механический хронометр, который... Игорь Зарецкий, это участник, единственный российский. Мы вернемся к его лодке отдельно. Отдельно эту лодку будем рассматривать, смотреть, что там, где, как. Поговорим с Игорем. То есть это отдельная тема, видимо, для отдельной серии. Но пока мы проходим участников, мы прошли уже одну из лодок. Вот эта вот зеленая лодка, это что? Ну, и здесь, с этой стороны, мы видим вам для самообразования кетчи. Двухмачтовые яхты. Вот, если видите, на яхте две мачты, а там яхты с одной мачтой. И, соответственно, эта лодка у нас Бискай 36 модель. Это, по-моему, Трейдвинд. Изначально организаторы поставили условие, ограничили 20 моделями. Условие, чтобы это был дизайн середины прошлого века и постройки лодки не старше 1988 года, если не ошибаюсь. А, то есть, я понял, 1988 год. Но они все подержанные. Насколько я знаю, забегая вперед, Игорь Зарецкий, лодка куплена была вообще в Испании, подержана и была доработана и подготовлена. Но это тоже, я опять забегаю вперед, куплена причем в городе Таревьеха, насколько я знаю. Это хорошо знакомый мне город. Хорошо, значит, мы идем дальше. Солнечные батареи, я вижу, да, появляются на... Обязательные условия тоже, то есть, несмотря на то, что как бы ретро-гонка и условия, вот, да, ограничения, то есть, отсутствие электроники, отсутствие современных средств навигации, так непрофессиональному взгляду не видно. На самом деле, все паруса, все веревки тоже середины прошлого века, никаких хай-тек материалов не может быть. То есть, это не гоночные паруса. Но веревки, они же могут истлеть, они теряют прочность. Это, да, ультрафиолет, он, конечно, смертелен. Соль смертелен для всего этого, но, тем не менее, никакой динамы, никакой спектра вы здесь не имеете. Я не могу не удержаться, чтобы не акцентировать внимание на ирландском участнике. Это ирландская лодка. И на ирландской лодке, видите, среди аксессуаров, которые считаются необходимыми, очевидно, для экипажа. Кстати, экипаж, это один человек, правильно? Это шкипер. То есть, один человек идет на каждой лодке, это, ну, вы сами понимаете, это бочонок виски. Это Грегор, да, ирландец, единственный ирландец в этой гонке. Ну, не считая организатора, который как бы астралийц, на самом деле, ирландец в доме. Кстати, он довольно молодой, он 86-го года рождения, хотя здесь... Здесь и мужчин самый молодой, 1986-го года рождения, потому что... От Грегора была информация о том, что виски Грантс нет, который не катается по палубе. Ребят, виски Грантс, знаете, это трехугольные бутылки, и как кто-то из их смену сказал о том, что... Это было гениальное изобретение, да... Это было последнее гениальное изобретение Гранта, да, которое, чтобы не каталось по палубе бутылки. Хочу представить вам российского участника, единственного от России. Игорь Зарецкий. Я бы сказал, Советский Союз, но уже Россия. Да, да, но тем не менее, Советский Союз будет очень уместным, потому что закалка все равно осталась оттуда, я так подозреваю, как ни крути. Но мы вернемся еще раз к Игорю, это просто нам повезло увидеть Игоря на палубе, потому что к нему подходят люди, берут автографы, и он, в общем-то, прячется большей частью там, где-то у себя внутри. И тут мы вот так вот спокойно берем это, комментируем. Мы отдельно подойдем и отдельно обсудим лодку у Игоря, потому что это отдельная и очень интересная история. Пока у нас идет обзор участников. Да, но возвращаясь к солнечным батареям, про которые вы спрашивали. То есть, несмотря на такой ретро-стайл, тем не менее, есть требования по безопасности, которые внедрены в положение о гонках. Это в том числе и наличие обязательной солнечной батареи для того, чтобы обеспечить какое-то аварийное питание. У всех лодок, если посмотрите, у кого-то стоит ветрогенератор, ну, большинство стоит ветрогенератор, Игорь поставил гидрогенератор. То есть, один электричество дает от ветра, другой от воды. Видите, да, оранжевым покрашен бак, треугольничек здесь, на дроте. Ну, а оранжевым только здесь, только на этой лодке покрашен, я так понимаю. Нет, нет, нет. У всех, да? У всех обязательно. Ну, этот, он еще и, это Филипп Пеше, француз. То есть, он еще и рубку покрасил. Если видите, там, следующий сосед вообще, всю лодку покрасил, но минимум вот эта часть. То, что на яхтином или морском языке называется бак, в понимании простого носа. Ребята, мне все это надо учить, слова бак и так далее. А то я пока еще с трудом выучил слово ходит, а не плавает. А то моя лодка вечно плавала, но мне в этом сообщили, что плавает, а что ходит. Вот, поэтому, видите, уже бак, камбус я еще знаю, колью. Ну, не знаю, насколько у вас ограничение по лексике, а там мог бы рассказать любимый яхтенный анекдот. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Плавает говно, а не моряки. Эй, говно, ты слишком долго плавал. Да, 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 шикарно. Кстати, мне его уже не раз написали люди. Когда я сказал своим друзьям, что я купил лодку, мне как раз его все рассказали. Шикарный анекдот. Опытных яхтменов любимая тема. Ну вот, то есть вот... Это чья лодка, извини, я смотрю, там черный флаг, это же Британь. Это Британь, да, это лодка. То есть и Франция, и Британь. Это Лойк Лепаш. Француз здесь, французов очень много. Вот, но, видите, Лойк решил немножко выделиться и помимо французского флага повесить на Ахтерштаг. Вот та снасть, на которой он висит, называется Ахтерштаг. История напоминает Каталонию с Испанией, потому что человек фанат своего именно региона и считает его особенным. Ну, в Каталонии то же самое, в принципе, считает, что это не совсем Испания. Это не совсем Франция. Да, бретонцы, они, да, говорят, мы не французы, мы бретонцы. И они все бьются и за свой язык, и за свои названия. Поэтому есть такая... В нашей топкости не такая острая, как в Каталонии, по крайней мере. Это австралиец, да, Марк Синклер. Это лодка уникальная в своем роде. Это южноафриканские постройки лодка Лило 36. Она когда-то была гоночным классом, лодочка очень старенькая. И Марк ее купил, он ее год приводил в чувство. Периодически там возникали какие-то проблемы. Ну, Марк, пожалуй, из всех участников самый такой безмашенный натуральный крокодил Данди. Коконат, Кокос. Кокос, да. То есть, палестинские, как это, подводные лодки в степях Украины, да? Вот это вот. Там были проблемы у него с квалификацией. Дело в том, что у участников еще довольно жесткие требования по квалификации. Там сколько там тысяч миль в одиночку пройдено, сколько там накатано. И у него было в этом отношении проблемы. У него не хватало тысячи миль для квалификации. И буквально там в фалмоте без ветра пытался это добить. Вроде как добил. Хотя пока точно не скажу по информации, да или нет уже. Но самое интересное, что Палестина. Но тем не менее флаг, вот он сейчас, видимо, его убрал, да? Смотал. Тут был флаг Палестины и США. То есть это, я так понимаю, палестинец американского происхождения. То есть родители, видимо, палестинцы? Не совсем так. Это вопрос регистрации лодки. А ну вот же, да, с 75-го года он, кстати, палестинец Набиль Амра. Да. Это вопрос регистрации лодки, под чем флаг она поставлена. То есть у нас с российской лодкой были большие проблемы. И те из россиян, кто... Российских граждан, которые приобретали когда-то лодки, наверное, понимают, о чем я говорю. Что поставить лодку под русский флаг, это, в общем, отдельный подвиг. Примерно, наверное, из 13-й. Мог бы стать 13-м подвигом Геракла. Круто. Я смотрю, финская лодка, и финны сейчас загружают провиант. Это интересный момент. То есть каждый выбирает участник провиант для себя сам. Я правильно понимаю? Да. Вот что того скажу про эту лодку. Это самая старая лодка среди всех участников. Она построена в 1965 году. И эта лодка, она, скажем так, прародительница отдельного гоночного класса. По примеру этой лодки была построена первая лодка Nootorswam. Теоретически могла принимать участие в той Golden Globe Race. Но финн Тапио, который, значит, будет принимать участие, ему тогда было всего 10 лет. Но он уже гонялся на оптимистах, в общем, довольно активно. Но вот сейчас лодка, и, значит, он встретились, как-то и, наконец, пойдут вместе. А почему в стороне стоит вот это вот? Причем я думал, Суахили. Да, это все. Куда-то языку, да? Суахили. Это все, да. Типичная ошибка. Но это Сухаили Лондон. Сухаили. Сухаили. Это, пожалуй, одна из самых знаменитых яхт на свете. Да ладно? Прямо так? Прямо так. Это яхта... Можно я ее потрогаю? Можно я сразу потрогаю? Сделай фото, типа моя. Типа моя. Сэра Робина я не вижу. Он прошел мимо нас некоторое время назад в Красной Панели. Это та самая яхта Сухаили, которая первая в истории человечества совершила безостановочное плавание вокруг света и выиграла голпу Golden Globe Race 50 лет назад. Без остановки. Ну, если вспомнить, 1968 год, там люди топ-топ в космос летали. Да, да, да. И, по большому счету, никто вообще не знал, возможно это. То есть в человеческих ли это силах, так же, как совершить оборот в космосе вокруг света, совершить оборот вокруг Земли без остановки, без захода. Дело в том, что космос – это, в принципе, технологии. Это какой-то там прогресс определенный. А это именно прогресс человеческой выносливости и уверенности в себе. Ну, простой пример. Тогда в гонку стартовало 9 яхт, и до финиша дошла только одна яхта. То есть это единственная яхта, которая дошла до финиша из 9 в первой гонке. Ну, это настоящая легенда. Сэр Робин, он еще тогда не был сэром, он, собственно, в рыцаре был произведен как раз за этот подвиг. Он собирался идти на другой, специально строить там лодку побольше, но денег не хватило. И его агент подписал договор с двумя издательствами на книгу, которую он напишет по результатам этого путешествия. На эти деньги он приобрел вот этот старенький, уже тогда старенький. То есть это уже тогда был сильный БУ? Да, уже тогда сильный БУ. Кэтч, тоже, ну, двухмачтовая яхта, это называется Кэтч. На бортах Робин Нокс-Джонсон, который сэрил ее синглопадом, прямо в районе мира. Первый человек, который бы скромношить на землю, без ландфорта. Суэлли присоединяет гипси-мот и живая женщина, как один из самых известных кораблей в существе. Под названием Робин Нокс-Джонсон. Хоть все вы изучите. Кэтч, Бак. Столько новых слов, Расим. Я прямо пытаюсь запоминать, но мне не получается. Зато я точно не зря приехал, я точно буду подкован гораздо больше, чем раньше. Потому что видите, две мачты, это значит либо кэтч, либо ел. Круто. Вот тут уже начинает сложность. Надо смотреть тогда, где мачта. Если мачта перед рулевым, это кэтч. Нет, 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 стоп, это в следующем уроке, Расим, это слишком много. У нас есть следующий ряд, я думаю, надо перейти к следующим лодкам участников, для того, чтобы посмотреть, что же здесь... А почему они так? Они перпендикулярно, да, стоят здесь? Это лодки участников несколько другой гонки. Это уже высокие технологии. Это... Высокие технологии? Ну, совсем высокие. А, ну, то есть... Это гоночные машины. Гонка Голд Рейс стала прародительницей одиночных кругосветных гонок. И самая знаменитая среди них, это гонка Ван Дей Глоб. Хочу вам показать, вот эта вот лодка, это Индус Абилаш. А, это участник как раз? Это участник, да, от Индии, вот флаг Индии у нас развивается. Точно-точно Индия. И это тоже уникальная в своем роде лодка. Абилаш в Индии создал, построил с нуля точную реплику вот той лодки с Укрейли. То есть он настолько фанат всей этой истории, что он сделал точную реплику и на этой реплике планирует участвовать в этой гонке? Изначально в списке организаторов не было допущено лодок таких, но когда он сказал, что будет строить точную реплику, они изменили гоночное положение. И вот здесь есть точная реплика цифра. Ну, кстати, это немножечко у него такой маленький чит, потому что она же новая получается. Новая, да. Ну, я бы сказал, что я видел, как с Робин, когда он причалил Фалмати, он встал борт-оборт с ней. Да. А я отходил и вернулся, значит, он уже там внутри, вылезает внутри и бормочет, вот реально, он бормотал что-то вроде, не так все было. Не так все было? Да. Не так все было? Вот эта вот красная лодочка DHL Starlight, но она изначально старая лодочка, потом у нее спонсором стал DHL. Это единственная девушка в гонке, ей 28 лет, Сьюзи Гудл представляет Британию. 28 лет? Да. Девушка? Да. А где ты должен быть? Вот это она? Да, вот это она, 89-го года рождения. А у нее есть вообще какой-то опыт? Ну, я не говорю кругосветных путешествий. Ну, хотя бы выходы. Ну, да, у нее есть там опыт транс Атлантики, и она плюс прошла квалификацию, то есть каждый из участников должен накатать там 2000 миль в демок. Я после этого со своей яхтой за миллион, со своими фениксами и так далее, чувствовал себя до этого морским волком, теперь мне даже становится стыдно, потому что я понимаю, что девушка, которая уходит 89-го года рождения в кругосветные путешествия без каких-либо заходов и остановок, это, конечно, круто. Да, еще одна очень жалко сошла, бразильянка. Сошла? Денег не хватило. Большой бюджет. Ну, надо понимать, что ты там покупаешь вот такую, например, лодку, ну, условно, могу сказать, там, 50-60-70 тысяч евро. Да, ну, можно даже торговать, да? Ну, в зависимости, то есть, можно, конечно, и дрова купить за 2000, но вопрос, сколько ты вложишь. Это я могу сказать, что бюджеты, ну, вчера даже специально поговорили тут с нашими партнерами и будущими соперниками по Вантону, примерно, кто сколько потратил, могу сказать, что примерно средний бюджет подготовки, то есть, ты купил подержанную лодку, тебе надо подготовить ее к кругосветной гонке, и бюджет это порядка, ну, 300 тысяч евро. 300 тысяч? Да. То есть, я бы не назвал это таким демократичным. Конечно, по сравнению с миллионами, которые вкладываются в гоночные болиды, это, да, очень демократично. Вот на рве тут стоит у нас, а рвик у него, да, он продал дом, то есть, жена у него спонсором стала, они продали свой дом, купили дом поменьше. Я так понимаю, что многие люди, то есть, кроме того, что есть очень молодые, есть еще люди пенсионного возраста, потому что... Ну, большинство все-таки, конечно, здесь такие старые. Есть же такая теория, что стукнуло 60, пора в кругосветку. Ну, да, да, да. Ну, большинство, да. Ну, вот самый знаменитый здесь, самый легендарный, вот там, где написано на Бардоу Макмоте, номер 8 гоночный, это Жан-Люк Ван-Ден-Хейр. Пять кругосветок у него... Вот на этой лодке? Нет. Я подумал, ничего себе. Не на это. У него до сих пор не побитый рекорд по скорости перехода, как говорят, против... Ну, это такой морской волк, прям видно даже по фотке, что... Против шерсти, против господствующих ветров и течений, это вообще мало кто сделал. И он установил рекорд по скорости перехода. А, это та самая лодка, точно, я же слышал мельком, но подробности не знал о том, что действительно существуют какие-то течения, определенные ветра, которые дают... Ну, в общем, в одну сторону земной шер обогнуть гораздо проще, чем в другую, правильно? То есть господствующих ветров и течений, они дуют с запада на восток. Против это, это такая, там, 200 дней сплошного встречного шторма. Ему будет в день старта, сейчас мы с ним не знаем, ну, сход в день рождения, 73 года. 73 года. Вот этому участнику в день старта будет 73. Крутое 73-летие. Я, кстати, хотел бы, чтобы мне 73 года было на лодке, на которой я отправляюсь в кругосветные путешествия на выживание. И самое интересное, что я изначально, когда обсуждал вот это все, узнавал про все эти лодки, всю эту информацию, думал, что речь идет действительно о чем-то, ну, относительно недорогом. Все равно, конечно, очень дорого обходится участие во всем этом. Но в отличие от большинства регат, которые сейчас... Вот в чем проблема? Проблема в том, что много яхтенных регат в свое время, вот, которые были действительно регатами, превратились в профанацию. Когда люди просто сажают шкипера, открывают там бутылки с шампанским, с вином, и говорят, шкипер, гони. Ну, как мы какие идем? Мы третьи. Давай быстрее поднажми, и уходят назад себе в каюту. И люди называют это гонкой. На самом деле, вот это мне неприятно. Меня неоднократно приглашали на подобные так называемые регаты. Я единожды увидев, как это происходит, ну, мне стало прямо грустно. И когда я узнал, что вот люди действительно идут на... Ну, как бы они на выносливость. Это действительно та гонка, которая проверяет выносливость человека. Прокладывать курсы, определять свою позицию с помощью астронавигации, ну, наверное, один из 20 их смен сейчас. Вот такие нынче их смены. А по поводу бюджета, просто интересно. Понимаете, вот она видна, старая лодка. Ну, вот это реально старая лодка у нас перед нами. Двоечка. Да. Старая, подержанная, веревочки обычные. Это как раз вот эта вот девушка? Нет, нет, нет. Это эстонец Уху. Эстонец? Да. Эстония, друзья, у нас тоже. Почти Литва. Ну, страны Балтии, тем не менее, тоже участвуют. Ну, надо понимать, что вот каждый блочок или веревочка для яхты, особенно когда ты готовишься для такого серьезного, сурового испытания, это серьезный бюджет. Вот, например, как думаете, сколько стоит вот это вот висит на гике, вот такой блок один? Ну, я знаю, что все для яхты вообще, для морского дела стоит очень дорого. Я, в свою очередь, когда делал свою яхту за миллион, так называемую, мне периодически, мне нужны были какие-то тросики, мне нужны были какие-то болтики. Я шел в яхтенный магазин, видел цену 20 евро, 30, 40, потом шел там в Леруа Мерлен, ну, и покупал то же самое из нержавейки. Ну, не совсем, конечно, то же самое, но для моих путешествий это было нормально. Я подозреваю, что здесь в Леруа Мерлене никто ничего не покупает, поэтому я даже не буду предполагать, скажи, сколько стоит этот блок. 450 евро. Отлично. Ну, потому что ты в итоге в гонке от всего этого зависишь, от того, от качества материалов с учетом ограничений, опять-таки, на высокотехнологичные материалы. И оно все критично, в море к тебе никто, кроме тебя, на помощь не придет. То есть, если ты не решишь сойти с гонки, выбросить полотенце, как это происходит. А у Игоря Зарецкого был опыт вообще каких-то, ну, не кругосветок, а вообще вот... Игорь Зарецкий на сегодняшний день первый и единственный русский яхтсмен, который победил в одиночной гонке через Атлантику. Причем сделал он это на старом ригатнике, ну, это яхточка небольшая, семь там с небольшим метров длиной. Он своим ходом пришел из Ярославля на старт в Англии и в абсолютном зачете победил в этой гонке «Джестоп Челлендж». Тут в немалой степени это будет гонка не технологий, не умения, гонка характеров. Выносливости и характеров, да. Запланировано, сейчас сократили, было четыре, сейчас запланировано две точки сброса. То есть, когда Игорь должен первый пройти прибрежный знак у Лансарота на Канарах, там без остановки он просто проходит этот прибрежный знак, а лодка организаторов, ну, и я тоже поеду, там, на катере выйду в море, он с борта, ему на борт передавать нельзя ничего. Ну, естественно, я только хотел сказать, что это как, опять, читерство какое-то. Да. Лодка подошла, там, ночью передала водички, пивка, там, и так далее, в разных островах. Он с борта может передать видео, фотоматериалы, там, записки. Ну, есть какие-то регламенты, позволяющие передать информацию. Да, то есть, соответственно, мы надеемся, что он карточки, то, что отснимет в эти, там, первые десять дней, секшн-камер просто нам перекинет с борта, и мы сможем использовать. А вторая точка у него только в штормовой бухте на Тасмане. Это если он должен на Габану... И когда закончится? Какая продолжительность? Ну, сейчас рекорд этой гонки, который держится в 50 лет, 312 дней. То есть, примерно через год, друзья, мы можем ждать результата от Игоря. Ну, если все пойдет как надо, но мы не сомневаемся, что должно пойти все как надо. В этом плане, вот тот индус, который он показывал, который построил реплику Сухейля, вот тот лод, который первый победил, и к нему, значит, сэр Робином Джонсон причалил, и у них там был разговор, и сэр Робин, значит, Абеллаша, вот индусы, спрашивает, ну, а за сколько думаешь пройти гонку? Он говорит, за 311 дней. Ну, у Робина Нокса тут 312. Да-да-да-да-да, то есть, надень быстрее. Да, на что Робин Нокс Джонсон говорит, ты молодой и амбициозный, а он говорит, а вы старый и завистливый. Слушай, ну, остается только ждать теперь, что и как будет, как вообще пройдет эта гонка. Теперь я буду следить. Сегодня у нас состоится еще микрозаезд, да, такой, типа, как есть большой гольф, есть мини-гольф. Будет мини-гольф с участниками на маленьких лодках. Это будет у нас отдельное, видимо, видео на канале, может быть, даже стрим. Вот, Расим, я тебе очень благодарен за то, что ты уделил время, за то, что ты рассказал, потому что вот этот объем информации, можно попытаться его пересказать, конечно, но это не будет как от человека, который болеет реально этим. То есть вот, как всегда у меня все на канале без сценария, я очень рад, что Расим помог нам создать вот это небольшое видео об участниках. Ну и, конечно, будут еще видео об этом. Ну, я думаю, что за оставшуюся неделю еще вопросов набежит. Еще вопросов и видео набежит очень много. Все, ребят, спасибо большое. Я думаю, что для этого видео вам достаточно, но по морской тематике, сами понимаете, у нас тут непочатый край, будем снимать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!